Любовь к искусству и детям привела нас несколько недель назад в студию живописи Муза. Так начался TV-арт проект, в котором прочно сплелись телевизионное мастерство и изобразительное искусство. Шаг за шагом ребята познавали мир творчества и как самые настоящие журналисты делились впечатлениями друг с другом и, конечно, со зрителями. Ну, наверное, птиц я больше люблю изофаз, а вот животных всяких мягеньких больше трогать, гладить, животные выбирать. Отработав недельный интенсив, мы быстро соскучились по юным коллегам и решили, что продолжению проекта быть. Всем привет! Вы смотрите Beauty Time! Достаточно дружная команда. Вы допустили ужаснейшую вещь. Не прям такая дружная, мы иногда ссоримся. Это просто скандал, это кошмар. Ну, достаточно дружная, очень интересно. Спасибо большое! Я не знаю цветов вообще. Сейчас я задам несколько... Спасибо за вопрос. Я была очень рада. Дарья Борисовна, крокодилы ходят лежа, что вы хотите об этом сказать? Целит. Всем привет! Меня зовут Каролина. Маляка, я во втором классе в школе Семь ключей. Всем привет! Меня зовут Ангелина, мне 8 лет. Меня зовут Георгий. Меня зовут Жанна, мне 12 лет. Меня зовут Стеша, мне 10 лет. Меня зовут Софья, мне 10 лет. Меня зовут Даша, мне 8 лет. Я — Алиса, мне 7 лет. Я занимаюсь творчеством, люблю что-нибудь мастерить. Я увлекаюсь плаванием и лепкой. Центрологическим плаванием и рисованием. Плаванием и треотклоном. Я занимаюсь плаванием уже пятый год. Ну, иногда могу и гимнастику. Главное качество, которое требуется, это выносливость. Люблю прыгать на скакалке. Также я очень люблю писать рассказы. Я могу прыгать на скакалке 70 раз, но это очень редко. Я выступаю в жанре хип-хоп. У меня есть целая группа, команда. И мы недавно получили первое место в конкурсе. Также я занимаюсь танцами в шаг вперед. Ребят учат работать в различных стилях, знакомят с великими художниками и их работами. Так маленькие живописцы с детства расширяют кругозор, развивают художественное видение и навыки письма. Иногда техники бывают непростые. В направлении импрессионизм не то, что писать сложно. Выговаривать само слово не всегда получается. Мне понравилось работать в жанре импрессионизм. Сегодня мы разбирались в стиле импрессионизм. Ну, он мне очень понравился. Из-за того, что это очень похоже на пиксию. То есть все эти мазки, они создают картину, если подальше отойти. Не было карандашного наброска, было красками нарисовано. И дальше все было нарисовано мазками. Моя картина называется «Девушка гуляет по первому полю в мире». Я назвала ее «Незнакомка». Ну, я не могла нарисовать какие-то мелкие детали, там, кепочку, головной убор. Я его потом перерисовывала, потому что он получался какой-то кривой, неровный. Немного с Антономом были проблемы, а так более-менее легко. Я люблю рисовать пейзажи, портреты. Я больше люблю животных рисовать. Мне они очень нравятся, потому что они всегда могут тебя понять. Я очень люблю рисовать животных, людей, вообще все-все-все. Ну, я люблю рисовать людей, мне нравится. Я рисую их какими-то более мультяшными, мне нравится. Я хочу вообще рисовать мультики. Больше всего я люблю рисовать кошек, но только не просто животных, а прям портрет. Я люблю рисовать пейзажи существа, мне кажется. Первостепенная наша задача – это научить их чувствовать себя гармоничными, научить действительно любить то, что они создают, и посредством этого научить именно так вот с трепетом относиться и к себе. На этот раз камера и микрофон практически никого не смущали. Вопросы звучали уверенно, а нам даже не приходилось подсказывать. Сейчас мы пойдем к Полине задавать ей вопросы. Пойдемте. Так, можно? Полина, привет. Сейчас я тебе позадаю несколько вопросов, хорошо? Хорошо. Какой твой любимый напиток? Норс. Какой твой любимый цвет? Мой любимый цвет – это пурпурный. Как тебе больше всего нравится рисовать? По клеточкам или как? Мне нравится рисовать, когда я что-то нарисую карандашом, потом это раскрашиваю. Что ты любишь рисовать этим цветом? Цветы. Или уши для кошек. То есть коричневый сначала, а потом смотришь на пурпурный рисунок. Чем ты больше всего любишь заниматься? В планшете сидеть. В какой стране ты бы хотела жить в будущем? В России. Какая твоя заветная мечта? Чтобы у нас завелись сто кошек в доме. А чем ты еще увлекаешься? Спортивная гимнастика, ну или футбола могу немного. Какая твоя любимая еда на завтрак? Наверное, ешь не то с сыром. Если бы ты была блюдом, то каким? Я была бы пиццей. Что ты больше всего любишь делать в своей жизни? Даже не знаю. Мне вот нравится проживать жизнь, ну как, в кайф, наверное. Какое твое любимое аниме? Клуб Ярчин. Тему портрета изучали на материале, который очень близок к молодому поколению. Ребятам предложили создать картину в духе известной художницы аниме. Мы находимся в студии живописи и рисунков муза. Я прохожу мимо прекрасных картин, которые мы нарисовали сегодня на уроке. Будемте подойдем к преподавателям. Мы должны узнать, что это за человек, чья это картина. Мы рисовали портрет космической девушки. Это даже не совсем человек, это, скорее всего, такой собирательный образ. Олицетворение, я бы сказала, космической музы, созданной художницей под ником Квин. Что вы рисовали на этом уроке? Девочка-напроширенца. А вообще любишь ли ты рисовать лица? Легко ли тебе это дается? Мне это сложно, но я их люблю рисовать. Хотели ли вы добавить пару звезд? Ну, мне кажется, что тут как раз пустое место, и я сюда их добавлю. А что в лице самое сложное для тебя? Я сама не буду. За пять дней интенсивного творчества ребята написали портрет в стиле аниме, женский образ в стиле импрессионизм, экзотическую птицу, а также мороженое в стиле скетчинг. Детям очень нравится тема быстрого рисунка, когда не нужно что-то простраивать, когда мы можем быстренько что-то придумать. У них у каждого сейчас своя работа. Мы не писали по одному референсу, каждый придумал свое. Им нравится идея, когда я говорю, что ты можешь нарушать правила, ты можешь придумывать. Поэтому они с энтузиазмом воспринимают эту тему и эти уроки. Это мороженое в виде сладкой ваты. Я рисовала гуашью. Я сначала хотела фиолетовый, но получилось, что он сливает. Вот потом мне пришли на помощь и сказали делать с ним. Написала освещение. То есть световые блики, да, это у тебя? Да. Она будет висеть на холодильнике. Можно вот здесь как бы сделать тень, и как будто бы можно его в реальности взять. И тут тоже можно потемнее сделать. И оно станет объемным. Ребята узнали, как снимать репортаж, презентовать себя незнакомой аудитории и брать интервью. Вообще все люди, не только про детей, да, можно сказать, приходят сюда чисто порисовать. Но у каждого происходят свои трансформации. И у ребят в этом проекте их просто огромное множество. Мы не только пришли овладеть академическими знаниями, мы действительно ведем огромную работу внутреннюю. Мы обретаем уникальность, мы не боимся позиционировать ее. Мы обретаем уверенность некую, да, и учимся правильно выражаться. То есть один момент написать свою работу, а другой позиционировать ее. Не бояться выйти на публику, не бояться рассказать о себе. И вот эта вот уверенность, которая у нас случилась за время лагеря, это, конечно, невероятная история. В сегодняшнем мире это просто бесценно. ТВ-арт-проект дал ребятам возможность окунуться с головой в творческий процесс, узнать о профессии телевизионного журналиста и научиться не только воплощать идеи на бумаге, но и рассказывать о них широкой аудитории. С вами была Даша. Увидимся. Меня зовут Ангелина, и это студия Муза. Всем пока. С вами была Стеша. Всем пока-пока. Музыка. Музыка.